Всем привет! Это видео будет посвящено такому вопросу, как выбор швейной машинки. Поэтому, если вы хотите себе купить новую или бушную швейную машину, рассматриваете определенные варианты, взвешиваете за и против, то видео именно для вас. На что хочется сразу обратить внимание. Есть уже на канале несколько видео, посвященные выбору швейных машин. На что нужно обращать внимание, какие есть нюансы, какие есть моменты. Обязательно посмотрите в описании под видео, оставлю ссылочки. Там есть определенные нюансы, на которые нужно обратить внимание. Первый момент это вес. Тоже рассматриваю, почему на это нужно обратить внимание. И кроме того, есть еще некоторые подсказки, лайфхаки, посвенные такие моменты, когда вы выбираете б.у. или новую швейную машину. В этом обязательно посмотрите видео. И обязательно загляните в описание. Я оставлю ссылки, уверен, что будет интересно. Что еще из советов хочется отметить. Есть плейлист на канале с разборками. Так вот, там показывают то, что внутри швейных машин, рассматриваю плюсы и минусы. Да, может быть где-то мнение очень субъективное. Вполне возможно, что кто-то с обзорами может не согласиться. И это абсолютно нормально, поскольку моя точка зрения как автора может не совпадать с точкой зрения механика. И это абсолютно нормально. Но что вам важно понимать. Вот у меня уже есть своя определенная точка зрения. И когда, допустим, я вижу определенную машину, я понимаю, какие есть слабые места. Это вам тоже нужно учитывать. Поскольку, ну, есть такое понятие, как болячки. И вот, образно говоря, машины той или иной фирмы, те или иные модели, та или иная линейка, они попадают в ремонт с характерными неисправностями. И есть вот эти нюансы, которые в большинстве своем именно попадаются. Поэтому в плейлисте с разборками я рассматриваю вот эти слабые места. Поэтому такой второй момент, на что хочется обратить внимание, это плейлист с разборками. Крайне рекомендую просмотреть. Вполне возможно, что там вы найдете тоже ответ именно на ваш вопрос, что стоит, а что не стоит брать. С другой стороны, если те недостатки, которые, на мой взгляд, являются недостатками, вас не напрягают, вы можете смело просто покупать. На что еще хочется обратить внимание, когда вы выбираете швейную машинку, вот это такой третий момент, третий пункт. Вам важно понимать вообще, для каких целей вы ее выбираете. Ну, что подразумевается по тем, для каких целей. То есть вам нужно четко понимать вообще, сколько вы будете пользоваться. Ну, например, если вы выбираете швейную машинку и будете на ней работать, делать бизнес, это один момент. То есть это определенная степень нагрузки. Если же вам нужна швейная машинка, которая вы в лучшем случае, к примеру, будете пользоваться раз в месяц, там или раз в два, три месяца или в год, это уже совсем другая нагрузка. Я думаю, вы с этим согласитесь. И на что хочется обратить внимание. Если вы выбираете швейную машину, которая вам нужна чисто для галочки, чтобы дома стояла, вы, ну, когда-никогда будете там джинсы подшивать, к примеру, или же что-то нужно прострочить, к примеру, там шторы, в таком случае вы вообще можете сильно не заморачиваться над тем, какую выбирать машину. Почему так? Дело в том, что все современные машины, вот на данный момент, если мы говорим именно о новой машине, они рассчитываются как минимум на срок эксплуатации примерно в среднем 3-5 лет. Ну, что имеется в виду под средним сроком эксплуатации? Когда вы ежедневно, хотя бы там 15-20 минут, может быть даже в течение часа будете работать. Вот в таком режиме, как минимум, машина проработает год, некоторые фирмы проработают 3 года, поскольку разные фирмы, разные модели дают разную гарантию. И вот как раз этот гарантийный срок подразумевает, что вы будете работать именно в таком формате. Вот это вам тоже важно учесть. Если эпизодически, чисто для дома, по большому счету особо роли абсолютно никакой не играет. Это горизонтальный челнок, вертикальный челнок, навороченная машина или нет. Здесь, скорее всего, наверное, будет играть внешний вид, роль. Ну, бывает так, что кому-то нравится вот такая машина, кому-то другая, кому-то зелененькая, кому-то с цветочками. И такое тоже бывает, попадает в ремонте, когда предварительно с людьми договариваемся, и на вопрос, какая у вас машина, человек говорит, а вот с цветочками. И вот реально, да, там есть цветочки, где-то розовенькая машина, где-то серенькая машина. Ну, вот люди по такому принципу выбирают, и в принципе оно работает, и оно нормально. Это такой следующий момент, третий, на что, в принципе, нужно обратить внимание. Но, мы плавно переходим к другому моменту. Если вам все-таки нужно работать, нужно зарабатывать на ней, и, ну, вы понимаете, что машина будет именно работать. То есть не просто так, где-то для галочек. В таком случае, момент действительно ответственный. Вам нужно подойти к тому, чтобы выбрать, ну, такую машину, в которой у вас будет без проблем работать. Пожалуй, на что хочется обратить внимание. Если будет интересна тема по выбору машин с горизонтальным и вертикальным челноком, там преимущества, недостатки, нюансы, какие-то моменты, вот опишите в комментариях под видео. Более детально рассмотрю этот вопрос. Но сейчас просто хочется коснуться вскользь вот этого момента. Вообще, вам важно понимать, что машина с вертикальным челноком, она в большинстве своем рассчитывается на средние и тяжелые ткани. Ну, вот как-то так повелось. За счет того, что челнок металлический, за счет того, что, ну, сама конструкция, она позволяет давать большую нагрузку. Но в последнее время есть такая определенная тенденция, что те же машины с вертикальным челноком по конструктивным особенностям и по всему остальному уже заточены под легкосредние ткани. Вот на что хочется обратить внимание. Есть уже ряд машин, которые на канале. Например, это Genome 423, Q23 и аналоги, которые есть. Хотя они изначально позиционируются как машины по средне тяжелым тканям. Они имеют вот такой вертикальный челнок. Но по зубчатым сегментам рейки, по игольной пластине они очень прекрасно справляются и с бифлексом, и с дайвингом, и с легкими тканями. Поэтому, ну, вам по большому счету особо не нужно обращать внимание на то, ну, как бы, что пишут в магазинах. Потому что, ну, почитайте, может быть, комментарии на канале под видео. Основная тенденция какая? Вот, например, по той же Q23, Q423 модели, многие утверждают, что машина не шьет трикотаж. Многие утверждают, что машина не работает по легким тканям. Например, органза, шифон, шелк. Но хочу вам сказать, что практика показывает. Нормально настроенная машина, она без проблем работает. Как с плотными тканями, так и с легкими тканями. То есть, здесь вопрос, скорее всего, наверное, касается настройки самой машины. Опять-таки, если интересно, тоже могу отдельно видео сделать по этому вопросу. Но уже есть на канале видео конкретно по моменту рамки глава водителя. Вот там как раз показан такой вот подвох даже, который касается новых машин. Почему бывает классная модель, но она пропускает. И как бы вы ни настраивали, что бы вы ни делали, она не будет работать. Просто из-за того, что есть определенная выработка. Поэтому рекомендую вот эти видео просмотреть. Есть информация на канале уже. Но мы плавно переходим к другому челноку. Считается, что горизонтальный челнок, он больше заточен под деликатные ткани, под легкие и средние. Ну и в принципе, это тоже имеет место быть. Поэтому, ну так подвести, если промежуточное резюме, если вы понимаете, что вы будете больше работать с трикотажем, с какими-то стрейчевыми тканями, с тонкими, вам вполне возможно, есть смысл рассмотреть машины именно с горизонтальным челноком. Но если вы понимаете, что у вас где-то преимущественно будет работа по плотным тканям, по тяжелым тканям, например, джинс, брезент или еще что-то, может быть, есть смысл рассмотреть именно вертикальный челнок. Опять-таки, это общая рекомендация. Если будет интересно какие-то конкретные моменты, почему именно такое утверждение, ну, оставьте ваши комментарии под видео. С удовольствием сниму видеоролик на этот счет. Что еще хочется затронуть? Ну, хочется затронуть выбор БУ-машин. Опять-таки, уже на канале неоднократно затрагивалась эта тема, но что хочется показать? Вообще, в принципе, в этом видео касательно БУ-машин. Вам важно понимать, что машина должна работать. В чем проблема именно с выбором БУ-машин? Наблюдается такая тенденция, ну, в чем непосредственно сталкиваюсь я. Человеку вот на фотографии там предварительно договорились, вот образец ткани, вот машинка уже отшита, вот все работает. Что получается? Человек не проверяет. В лучшем случае, ну, может показать, вот на педальку нажали, вот, крутится там, лампочка работает, вот что-то там работает, то есть, как бы, все классно. Но, зачастую бывает, в момент, в какой человек привозит уже купленные техники домой, начинает шить, а то реально не счет. А все, деньги плачут. Вызывает механика, но потом оказывается, что им машина в хлам убита, либо же какие-то выработки, либо вообще вот этот образец, непонятно с какой еще. То есть, вам важно понимать, что если вы выбираете, скиньте хотя бы, попросите через мессенджер, любое, сбросить вам видео, где вы конкретно видите, именно вот эта модель с серийным номером, конкретно вот как заправляется, как начинает шить, что вот она шьет. Ну, это как минимум, вот такой совет. Или же, если вы приезжаете со своим материалом, просто попробуйте хотя бы прямую строчку или зигзаг, и вы тогда поймете, она работает или нет. На что еще хочется обратить внимание, сейчас камера поменяется другим планом. Вы еще тоже видите один из подвохов, который, ну, бывает. И вот, ну, такой где-то яркий, такой пример, который показывает, ну, с чем вы можете столкнуться при выборе конкретно б.у. машины. Если ваша техника перестала шить, и по каким-то причинам вы либо не можете вызвать механика, либо не хотите этого делать, либо же просто хотите научиться самостоятельно настраивать ваше швейное оборудование, я рекомендую вам заглянуть на мою страницу. Ссылки будут в описании либо под этим видео, либо же сбоку в конце видеоролика. Вот она, б.у. машина. Ну, прежде чем рассказать ее предысторию, посмотрите вот хотя бы вот на внешний вид. Что с машиной? Надеюсь, вот, видно. По утверждению хозяйки, эта машина очень прекрасно шила, она очень прекрасно работает. И, ну, как бы, она чуть-чуть не работает. Ну, не счет. Вот иголка не двигается. Вот, как вы думаете, она вообще вот действительно работает именно так, как говорит хозяйка. Еще, кстати, хозяйка сказала, что может что-то ребенок сделал. Ну, вот, обратите внимание, вот это ребенок сделал или нет? Вот как вы думаете? Давайте посмотрим, вот она крышка вскрыта. Вот характерные следы там мышек и другой живности. вот, пожалуй, очень хорошо, я думаю, будет видно. Почему этот момент? Вам просто люди могут рассказать, что вот все работает, но чуть-чуть не работает, просто надо механика, все наладит и все будет работать. Ну, и вам важно понимать, что вот у вас может выпасть именно такой сектор приз. Конкретно вот по мотору, ну, заклиненный мотор здесь наглухо и помимо того, ну, она вообще не двигается, а не двигается по той простой причине, что уже начало гнить железо. В чем суть этого видео, в чем резюме? Ну, как минимум, вам важно понимать, что если вот вы, понятно, что не будете вскрывать машину, ну, если вы при внешнем виде смотрите следы ржавчины, вот элементарно убитая игольная пластина, вот она поедена, вы вскрыли место челночного устройства, вот оно все побито ржавчиной, то возникает вопрос, нужно ли вам покупать эту машину? Я думаю, ответ очевиден. Поэтому, когда вы покупаете бы машину, вам говорят, что она чуть-чуть не шьет или нужен механик, ну, как минимум, обратите внимание на то, в каком внешнем виде, в каком состоянии, если она не крутится, она заклинена, если вы нажимаете на педаль, двигатель рычит, и он не работает, если присутствуют следы ржавчины, коррозии, ну, я бы вам не советовал убрать. Конечно, может быть, в некоторых ситуациях какая-то мелочь может быть, но практика показывает, что, ну, если не работает машина, вам ее продают, вопрос, ну, а в чем была проблема просто вызвать мастера, сделать предпродажную подготовку и, ну, по сути, уже рабочую машину продавать, чем скидывать цену на услуги механика, просто вам важно понять, что это лотерея, это просто код в мешке, и вы можете, купив машину, там, вам скинут, к примеру, некоторую сумму на обслуживание механика, вы можете получить вот такой вот трупик, с которым уже просто ничего не можете сделать, вот это важно помнить, это важно учитывать. Что хочется сказать вам в заключении, если понравилось видео, обязательно поставьте лайк, не жадничайте, поделитесь этим видео с другими, вполне возможно, что информация поможет определиться с выбором при покупке швейной машинки, если же вы не согласны с каким-то утверждением, буду рад видеть именно аргументированное мнение, и вам важно помнить, что мнение автора может не совпадать с мнением зрителей, потому как у каждого человека есть определенная своя точка зрения, она имеет место быть, и вполне может быть так, что кто-то, видя мои рекомендации, моё мнение, может не согласиться и посчитать, что я в чем-то не прав, это тоже абсолютно нормально, но может быть еще такой момент, что я что-то упускаю, если это так, опять-таки, буду рад вашим мнениям, комментариям, в общем-то, на этом все, хорошего выбора, и обязательно просмотрите видео, которое указано в комментариях к этому видео, в описании к этому видео, уверен, что та дополнительная информация, которая не вошла в этот ролик, будет полезна и для вас тоже.